Программист Евгений Некрасов готовится к лекции для студентов ТОГУ. Он сам еще второкурсник ДВФУ, но уже участник и победитель ряда российских профессиональных конкурсов. В 14 лет с Евгением произошел несчастный случай. Сейчас молодой человек почти ничего не видит, плохо слышит и вместо правой руки у него протез. Вторая потеряла чувствительность, поэтому даже шрифтом Брайля пользоваться не может. Все воспринимает на слух. Он говорит очень для обычного человека невнятно, но мой слух уже привык. Скорость очень сильно влияет на вашу работоспособность, поэтому приходится скорость увеличивать. Сейчас его компьютер говорит со скоростью тысячи слов в минуту, и этой машине приходится много работать. Много работает и сам Евгений по 15-18 часов. Спит всего 4 и высыпается. После несчастного случая в организме произошли изменения. У меня полифазный сон. Я могу поспать 15 минут, могу поспать 30 минут. Могу поспать разом сразу часа 2-4 и нормально. Это Евгений считает удачей. Только в университете он дополнительно занимается 12 часов. Так много времени уходит потому, что книги по математике ему читают вслух. Вся литература еще 60-70-х годов это просто отсканированные страницы. То есть по факту это обычная картинка. Для программы экранного доступа, с которой работают, это просто изображение. Неважно, что там, текст, шрифт, далее графики, она их не прочитает. Второкурсник из ДВФУ с командой разработчиков из Москвы занимается созданием протеза, который сможет выполнять многие функции настоящей руки. Необходимость такого изобретения парень чувствует на себе. Его протез может только сжимать и разжимать руку. Этот протез будет дешевле, потому что он печатается на 3D-принтере. И если у меня протез стоит около полутора миллионов рублей, то тот будет стоить 1300. Сейчас работа находится на стадии программирования. Новый протез Евгений тестирует на себе. Технологии, в разработке которых он участвует, делают мир доступнее для него и для всех. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.